доброе время суток с вами Виктор Дулин 2 апреля 2015 года с вами находимся на городском предприятии ВВР по очистке источных вод на так называемом кладбище как я говорю созданном мной самим здесь здесь вот выгружено было 8 кубометров раскаленной золы куча осенью 2014 года и ныне здесь вот вот в таких лужицах как видим погибает наше везение фетида конечно не в большом количестве но тем не менее факт на лицо все это мы с вами наблюдаем и как обычно я как великий лентяй подошел к этому делу подумал вот тут несколько ночей не особо я по ночам думал просто пришла такая мысля почему бы тебе не вот спасать их здесь а потратить это время на то чтобы радикально прекратить это безобразие чтобы вот эти вот путешественники не лезли куда их не просят а лезут они видят куда попало вот видит высота вот мой рост вот один вот второй видим видим на высоте выше чем я вот он он сидит где вот чего ему там надо по сухой стене карабкается вот а я скажу чего надо он попал в эту золу вот этот щелочной раствор зала как мы с вами видим им абсолютно не страшно они в этой золе прекрасно себя чувствуют вот видим еще вот на стенку двое тут лезут это уже на высоте пол метра им страшен вот этот щелочной раствор поэтому вот вместе перехода вот сюда вниз вот здесь вот этого жидкости такой щелочной раствора быть не должно поскольку он очень крепкий на тельце попадает все их она не успел кто на стенку залез вот там вот песок почистился а кто вот пытался назад в эту золу уже на ему не поможет зола помогает им когда когда они попали туда где закис осадок сточных вод тем более он тут смешан торфом где он кислый так по себе осадок сточных вот имеет средний птаж порядка 5-6 а вот когда его смешивать с торфом уже конечно кислотность повышается до 4 может быть а может быть и выше вот если в лужах вот это все дело там этих осадка сточных вод закисает они сразу оттуда бросаются в зову снижают кислотность очищаются кто успел ну вот эти похоже не успели хотя некоторые вот еще шевелятся так что мы с вами сегодня подойдем к этому вопросу радикально просто-напросто возьмем лопату с вами и всю вот эту золу которая вот здесь создает щелочной раствор всю не всю сколько хватит сил мы все на инвалидных я постараюсь перебросать и по крайней мере сделать канавку чтобы у нас сток был вот этой жидкости и не было застоя вот этих крепко щелочных луж ну вот как видим качество звука сегодня улучшилось по одной простой пресс причине я посовершил снова вот этот микрофончик прикрепил его капюшону вот здесь вот видим просто булавкой прикрепил и теперь вам не проваливается туда дня за пазуху качество не меняется но может быть ветерок влияет поскольку он все таки снорова висит на это мы проверим с вами при просмотре видео вот что касаемо моих радикальных мер пока только спланированных сейчас вот сделаю контрольный проход и после этого дается за лопату типа шахтерка широкая такая лопата подведи крики они подавали о помощи никто вот сюда уже хотя здесь уже я бы нету ну вот единицы вот единичные следы и единицы вы видели сколько их там когда они погибали они сигнализировали естественно молча очевидно каким-то телепатическим способом потому что это не передашь не запахом и не 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 жестами у них нет ни глаз вот единственные вот червячки сюда проползлили или все видели сколько их там дальше вот здесь тоже их нет вот один полз здесь даже никто не ползал по этой золе потому что предыдущие вот здесь уже сигнализировали от телепатировали мужики бабоньки эй вы гермафродиты не ползайте сюда воздух вот этот вот крича остальные уже не подались дальше хотя там уже и безвредно но здесь как видим вот этот рубикон который преодолеть практически невозможно вот ну и вот сейчас вот этот рубикон исключить просто сделаем зону отчуждения сколько здесь возьмет пока они на этом не на зале еще нельзя не в этом остром крепком расчелочном растворе они живут как только в эти лужи попадают там это уже за несколько суток дождей настоялось все и все пропало на этом все зачистка завершена вот еще один беру лопату делаю зону отчуждения и мы с вами все это в конце увидим через часик полчасика я вам все это дело покажу здоровья вам благополучия и вот такие же радикальных мер чтобы они вам приходили эти подсказки чтобы у нас все-таки червячишки почем зре не гибли еще раз здоровья благополучия